добрый день дорогие друзья меня зовут дмитрий и я являюсь инженером проектно-технического отдела компании строй варанта на по тут нужно разделить о чем мы говорим наша компания в основном специализируется на типовых планировочных решениях здесь нужно рассмотреть два сценария по которым мы можем работать первый сценарий который наиболее удобен и быстро с точки зрения работы для нас это клиент выбирает наши стандартные планировочные решения которые мы на протяжении нескольких лет дорабатываем продумываем согласовываем и они есть на нашем сайте который вы можете которые есть на нашем сайте и вы там их можете увидеть вот опять таки даже формате данных планировок которые уже у нас представлены клиенты могут что-то изменить что-то поправить что-то передвинуть какие-то доработки осуществить но на самом деле это самое простое решение которое для нас возможно а вторым решением является разработка планировки так сказать чистого листа это когда клиент говорит что его не что-то не устраивает в наших решениях либо у него возможно есть уже какое-то свое предпочтение каким он хочет видеть свой дом в таком случае мы строим работа в следующем последующим этапом для начала мы просим от клиента какое-то техническое задание будь то его видение общее как он предусматривает свой дом возможно количество комнат которого хотел бы видеть в данном доме наличие подсобных помещений кухни средней площади то есть то с чего нам было бы удобнее начать работать чтобы мы могли корректно принять информацию от клиента и понять что он хочет следующее нам нужно понять в какие рамки нам стоит вписать дом тут в первую очередь нас конечно ограничивает ширина фасадной части участка к примеру если ширина фасадной части участка составляет 16 метров мы не сможем построить дом шириной 18 метров это понятно более того нас еще ограничивают отступы для того чтобы вписать ввести дом в эксплуатацию представители различных служб они требуют от того чтобы мы соблюли отступы по границам участка соответственно мы берем за эти две информации первое это техническое задание клиента второе то габаритные размеры дома который нас уже ограничили и стараемся в эти размеры применить или внести какое-то планировочное решение которого клиенту сколько которая клиента бы устроила зачастую мы комплектуем два или три вида представляемых клиенту он смотрит их и уже на основании какого-то из решений которые больше понравилось мы завершаем работу согласно его пожелания на этом в принципе можно считать разработку планировки завершены как правило для частного домостроения каких-то больших норм нет потому что это все-таки не общественное здание это не многоквартирный дом соответственно норма которые нас ограничивают строительстве их минимальное количество первое это о чем я говорил уже ранее это размещение дома на участке у нас есть определенные ограничения по строительству их при получении разрешения строительства их дает архитектура стандартном решении это отступы с правой и с левой стороны относительно фасадной части дома это не менее трех метров отступ с фасадной части дома не менее 5 метров эти отступы желательно соблюсти для того чтобы ваш дом он был оформлен в эксплуатации с ним не было никаких проблем следующее ограничение которое нас может обязывать что-то делать касается котельных его более как кому удобнее называть в которой планируется расположить газовый котел то есть который будет заходить газ и который будет отапливаться газом у разных на разных поселках это разные цифры но в среднем если выделить то это получается нам необходимо помещение объемом порядка 15 кубов чтобы там было окно площадь остекления должна составлять от 0 8 до 1 квадратного метра там должна быть дверь опять-таки интересный момент что если если дверь находится если дверь служит выходом на улицу то дверь должна открываться на улицу если дверь эта же дверь служит выходом в дом то дверь должна открываться вовнутрь это все связано как раз с безопасностью и со всякими остальными моментами и следующее ограничение которое нам все-таки нужно будет соблюсти это естественно вентиляция в том месте где располагается газовый котел в первую очередь основным правилом при подборе планировки это должно быть удобство для клиента который будет находиться жить в этом доме для того чтобы нам правильно и попала по правилам сформировать планировку нам нужно чтобы на планировочном решении располагалась еще и решение по папа по мебели или так скажем мебели ручный план где мы можем видеть где будет находиться кухня где будет располагаться спальне шкаф кровать тумбочка возможно телевизор как санузле у нас будет стоять ванная где у нас будет стоять раковина куда мы расположим стиральную машину если мы расположим на нашем архитектурном плане мебелировку то зачастую уже будет достаточно понять подходит нам эта планировка или нет потому что размер комнаты нам даст увидеть и что в эту спальню двухместная кровать со шкафом с каким-то столом уже не войдет соответственно станет устраивает наших планировках мы изначально когда даем какие-то рекомендации клиентов мы стараемся уже продумать все эти возможности возможные варианты для того чтобы клиент уже не переживал не думал при выборе этой планировки устроить его это решение или нет есть еще разнообразные правила по разработке планировочных решений такие как предусмотреть вентиляцию изначально чтобы когда мы построим дом у нас не стало вопросов о совмещении санузлов то есть если у нас дом два этажа то санузел второго этажа он не может существовать сам по себе там каким-то образом должна происходить проходить канализационная труба соответственно она где-то будет идти по первому этажу поэтому эти моменты тоже нужно учитывать сразу чтобы не получилось что когда клиент уже дом построил или когда мы залили монолитное перекрытие что канализационная труба будет идти ровно по центру гостиной ну а больше полезной информации вы можете увидеть на нашем канале а